с Российским институтом от Ростивого питания. Это было командное сотрудничество всех партнеров, участников и сподвиженных питаний в Кыргызской республике. От имени всего педагогического коллектива нашей школы, совета школы, я выражаю благодарность программе ВПП, принимавшей участие в проекте в качестве директора ЦОО. Министерство образования и науки Кыргызской республики Биловы Айкуль Маратбековы, начальник управления образования мэрии города Бешкек в Германии, Савельчанской, Васильевне, Октябрьской районной администрации мэрии города Бешкек, бывшего заменец Лунистерства, нынешнему директору Центра образования Абелья. В течение трех лет подготовку в истории руководитель программы «Надежда Франк» в организации школьного питания в Кыргызской республике, Ахматова Розикова, Олимпекова Айкуль, инженер ВПП ООН, Калининченко Юлия, представитель Украины. Новое меню улучшенной модели горячего питания в Кыргызской республике, в Кыргызской республике питания с ВПП ООН, согласовано с управлением образованием мэрии, сегодня у нас тоже здесь находятся. А сейчас хотелось бы немножко, очень кратко рассказать, что функционирует с 1975 года. С 1999 года обучаются 2195 учеников, что составляет 52%. Наша школа двуязычная. Девятый язык обучение, 1269 классов с русским языком. На дополнительные занятия. А родители сейчас не думают, напорми на их дети или нет. Приоритетным направлением гимназии является занятие детей в школьных кружках. Работают спортивные кружки, работают на всех каникулах, включая племя. Также работают танцевальный кружок, театрализованный кружок «Акшо Барус». Он удостоен премии «Глава Киркестана». Литературные вечера. Конкурсы «Строевой» и «Кружная семья». В этом конкурсе участвуют ученики 5-х классов и на последний звонок. Посещение гипнотистам учеников 5-х классов. Также ученики занятия государственного фактора. Выписники школы являлись участниками победы. Также в прошлом учебном году образование по инициативе «Ротов на Кубай». Начала подготовку вступления в пилотный проект ВППО по программе «Октивизация школьного питания в Городской республике» в управлении образованием в мэрии города Мишкин. Далее был написан рабочий проект, выполненная общая строительная работа. В апреле состоялась совместная поездка представителям управления образованием УМС в городе Павел Кушко, где успешно действует программа «Горячий медаль» в образовании города Саранска. И в обучении увидели, как работает школа 6-го октября 2016 года. И участие в семинаре, где была выработана концепция развития школьного питания в Городской республике. На базе школы с 11 по 14 февраля 2017 года Даня Павлова-Минёв. Проводил тренер в технологии института «Красиве». Вот сейчас хочется сказать, какие большие затраты у нас пошли на период. УКС «Меррия» и «Горячий медаль» выделили на капитальный ремонт пищеблока. Спасибо большое. Спасибо большое. Ну я не только принимала активное участие, я в принципе была инициатором, чтобы именно одна из городских школ попала в большой проект республиканский, который реализуется через ВПП ООН, финансируется при поддержке Российской Федерации. Я в то время работала господином Рам, я сотрудник ВПП ООН, я была советником господина Рама, ВПП ООН в Казахстане. И я тогда увидела, как вообще этот проект идет по республике, особенно в сельских школах. И когда меня назначили вице-мэром города Бишкек, я сказала, что нужно, чтобы этот проект пришел и в город Бишкек. И учитывая в то время, я когда почувствовала, что действительно с организацией горячего питания в бишкекских школах есть определенные проблемы, и вот мы два года сейчас работаем над оптимизацией тоже питания наших школ. И подключение 64-й школы, я считаю, это очень важный шаг к тому, чтобы мы в будущем во всех школах города Бишкек могли давать хорошее, сбалансированное, витаминизированное питание, несмотря на выделение малых сумм денег на одно время. В рамках данного проекта, конечно, огромная поддержка была оказана со стороны как самого ППО, а также и Института питания Российской Федерации. Мы очень много с ними встречались. Вот наши сотрудники съездили в город Сарас, изучили опыт данной школы. И думаю, что это первый шаг к тому, к разработке разных моделей организации питания в наших школах города Бишкек. Мы сейчас находимся на протяжении сентября месяца 2016 года находимся в таком-то экспериментальном виде организации питания города. Провели несколько семинаров при поддержке ВППО. И вот пилотирование данной школы, я думаю, что все-таки даст управлению образования, районным центром образования, мэрии города Бишкек понимание, значит, с какой стороны подойти к организации питания. Питание нужно, на питание в бюджете города Бишкек деньги выделены. Мы готовы поддержать, и именно опыт 64-й школы, я думаю, что даст возможность распространить ее и в других школах. Сегодня, наверное, будет презентовано, значит, и меню. Там разработано два вида меню. Это первое меню на 14 сомов стоимостью, и второе на 24 сомов. То есть 10 сомов, это здесь, если присутствуют представители родительского комитета, то есть это на усмотрение родителей. Если они увидели, что это меню более подходит детям, и они готовы софинансировать совместно с местным бюджетом, то почему бы нет? Поэтому, то есть, в рамках этого проекта мы предоставим право выбора. И все должны понимать, вот сейчас представитель Министерства образования говорил по поводу, значит, организации горячего питания в сельской местности. Там ситуация немножко другая. В городе совсем другая. В сельской местности, если там можно пособное хозяйство, если родители там, например, фермерские хозяйства, могут принести, значит, там овощи какие-то, фрукты, кто-то может мясом помочь, молоко принести. То есть, есть натуральная хозяйство. Но в городе, к сожалению, этого нет. Поэтому здесь, в городе, нужно уже разрабатывать уже готовое меню с подтвержденными деньгами. И чтобы мы не ходили там каждый раз, у кого-то там не выпрашивали что-то, здесь должно быть подтверждено финансово устойчивый проект. Поэтому этот проект, я считаю, что должен показать, насколько город готов, например, идти в рамках проекта, большого проекта между правительством и ВППО. Поэтому всем спасибо, кто принимал участие. Сегодня у нас здесь присутствует региональный представитель ВППО, он господин, извините, пожалуйста, Карл Адас Карамелло. Мы рады вас приветствовать. Несмотря на то, что это маленький проект в рамках города, но вы посещаете этот проект, значит, у ВППО есть большая заинтересованность, чтобы этот проект действительно в Кыргызстане был устойчивым. Поэтому всем желаю успехов. Я думаю, что город Мишкек, мэрия города, управление образования города будет поддерживать этот проект до запуска и распространения по всему городу. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Спасибо.